Всем тихой ночи! Возвращаемся к разбору лора SCP, потому что лора SCP, как известно, сам себя разбирать не будет. И в этом видео мы узнаем о департаменте аномалий фонда. Департамент аномалий SCP даже звучит как-то странно, ведь фонд сам по себе и занимается тем, что работает с аномалиями. Так зачем ему еще и отдельно такой департамент? Это как в пожарной службе отдельный департамент пожаротушения или в больнице отдел медицины. Вот агента тайной организации, когда где-то в Лондоне наткнулись на дверь с такой надписью «Департамент аномалий SCP». Тоже немало удивились, ведь такого департамента в фонде просто не может быть. А еще больше они удивились, когда обнаружили за дверью многоэтажный подземный комплекс, в каждой комнате которого обнаружился аномальный предмет, до этого неизвестный фонду SCP. Сам по себе комплекс и все странные вещи внутри получили номер 3790. На канале, кстати, есть чтение этого объекта и большой рассказ, связанный с ним. Ссылку оставлю в описании. Из рассказа мы в итоге узнаем, что все же несколько сотрудников осведомлены о существовании этого места, и даже можно догадаться, зачем оно служит. Смысл этого подземелья в хранении таких вещей, которые никогда и никто не должен тревожить, которые никогда не должны увидеть дневной свет. Из рассказа этого мы узнаем, что этим местом заведует Адам Брайт, один из основателей фонда SCP. Всего с парой особо доверенных агентов, он перевозит определенные аномалии в этот комплекс, где они остаются запертыми в своих комнатах навсегда. Выходит, для того, чтобы понять, что тут происходит, нам нужно разобраться с тем, что именно попадает в эти подземелья и что у этих объектов общего. В упомянутом рассказе Брайт получает от представителя организации аномальных торговцев МКИД одно из творений доктора Развлечудова, Господина Тишину. Интересно, что такой господин больше нигде на сайте SCP не упоминается. Ни в объектах, ни в списках малых господ, ни в других рассказах. Он как бы вообще пропал из мира SCP, после того, как Адам Брайт запер его в одной из комнат департамента аномалий. Немного информации. Что же еще тут есть такого? В одной из комнат стоит картина, накрытая простыней. Надпись гласит «Плачущий мальчик». Искать информацию об этой вещи внутри мира SCP нет смысла, зато можно найти ее в реальности. Так, это что, снова видео про реальные SCP получается? Речь идет об одной неточной копии картины итальянского художника Бруно Амадио с плачущим мальчиком. И о ней ходит одна легенда. Легенда гласит, что как-то раз пара из Англии обнаружила, что их дом сгорел. И одна из немногих уцелевших вещей в нем была дешевая копия картины «Плачущего мальчика». Таких копий было создано достаточно много. Они висели во многих домах в США и Англии. И в домах иногда случаются пожары. Этого хватило для того, чтобы пошла легенда, что если такая картина присутствует в доме, это сильно увеличивает шанс того, что помещение сгорит. Закончилось все достаточно иронично. В газете Sun вышла статья, где говорилось, что копии картины правда прокляты. Автор статьи обещал, что если их пришлют в редакцию, то он избавит картины от проклятия. Сложно сказать, была ли это шутка или нет, но вскоре несколько комнат офиса газеты были заполнены холстами с плачущим мальчиком, который журналисты вывезли за город и сожгли. Сделав из этого целое шоу. Кажется, понятнее не стало. Выходит, департамент хранит вещь, которой вообще нет в мире SCP и которая взята из мира реального. Тут снова ломают четвертую стену? А возможно, дело в том, что объект, попавший в 3790, полностью стирается из вселенной SCP. Эта мысль подтверждает еще и то, что в одной из камер хранится предмет, называемый полынь. Это отсылает нас к объекту SCP-4008, который поначалу рассказывает о некой зоне фонда, которая бесследно пропала. Во время поисков пропавшего учреждения SCP фонд устроил раскопки и глубоко под землей нашел несколько помещений зоны, которые по каким-то причинам не исчезли. Из найденных там документов можно предположить, что в пропавшей зоне хранился артефакт цивилизации Девитов, который использовался как биологическое оружие. Массовое поражение и исчезновение зоны произошло из-за неудачного с ним эксперимента. Сила этого оружия в том, что оно не только приносит разрушение, но и заставляет забыть о разрушенном. То есть его свойства также укладываются в общую тему забвения. Департамента аномалий. В общем, забытый отдел фонда, хранящий все связанное с забытием как таковым, при этом имеющий дело не только с объектом SCP, но и с загадочными предметами нашего мира, которых в мире фонда просто нет. Может показаться, что департамент аномалий это что-то маленькое, всего один забытый комплекс. Но каково же было удивление агентов SCP, когда они после изучения старых архивных документов нашли еще один забытый комплекс, относящийся к департаменту, причем аж в Японии. Назвали его SCP-3220, а внутри оказалось огромное подземелье глубиной в 200 этажей. На каждом этаже было множество камер с решеткой, в каждой из которых стоит по одной скульптуре человека. Вернее, не совсем в каждой. Всего одна камера оказалась пуста. А позднее стало понятно, что из нее сбежало существо, которое фонд поймал и поставил на содержание, как SCP-3693. Этот объект был статуей девушки. Ее агенты фонда обнаружили, когда проверяли городскую легенду о призраке женщины. Свойство этой статуи в том, что ее видно только с закрытыми глазами. При этом, если глаза открыть, статуя пропадает. Также она преследует человека, который ее видит, то есть смотрит на нее, закрыв глаза. Такой вот SCP-173, только наоборот. Еще связанная с департаментом находка попалась фонду, когда он устроил раскопки прямо под собственной зоной 140, где до этого произошло какое-то аномальное событие, в результате чего зону пришлось покинуть. В ходе раскопок агентом SCP открылась странная картина огромных размеров подземелья со множеством построек, на которых красовались одинаковые таблички с надписью департамент аномалий. Найденные надписи и документы еще больше удивили работников фонда SCP, потому что они относились к началу 19 века. То есть, выходит, департамент аномалий существовал еще до появления фонда как такового и, похоже, не прекратил своего существования до сих пор. Так как в файле SCP-4220 говорится, что когда космонавты фонда нашли на Луне большую полость, в ней также оказался комплекс департамента аномалий. Так что, выходит, этот департамент как минимум работал еще в космическую эру, а по масштабам может посоперничать с самим SCP. То есть, департамент аномалий существовал до SCP и работает параллельно с фондом, но при этом агенты SCP сами о нем ничего не знают и никогда не встречают его сотрудников. А единственный человек, о котором известно, что он относится к департаменту, это один из основателей фонда Адам Брайт. В общем, больше вопросов, чем ответов. Непонятно даже, относится ли департамент аномалий к SCP. Скорее всего, относится, потому что в SCP-3790 на табличке написано «Департамент аномалий SCP». Или вот однажды люди из фонда, исследуя старинную церковь в Италии, также нашли в ее подземельях табличку с надписью департамента аномалий SCP. Там, кстати, хранится огромный орган, обладающий аномальными свойствами. В объекте этом вроде бы нет ничего особенного, но он очень похож на текст, который написал один из авторов SCP-метафизик на конкурс на пятитысячный объект. За этот текст его еще забанили на сайте. Снова у нас тут тема забвения и слом четвертой стены. Немного приоткрывает завесу тайны над департаментом SCP-4099. Это история о том, что однажды прямо в зоне фонда был найден мертвым научный сотрудник, у которого при себе были странные документы, подписанные как принадлежащие департаменту аномалий. В них обсуждалось содержание и работа с различными аномалиями. Упоминалось множество людей, о которых фонд SCP ничего не знал. И тут снова повторяется этот сюжет. Объекты, которые отсутствуют в мире SCP, но есть в каком-то виде в реальном мире. Например, тут есть Нинген. Это популярный монстр из японских городских легенд. Объекта, по которому на сайте SCP нет. Из объекта 4099 мы можем понять, что департамент аномалий это полноценная секретная организация, которая существует параллельно с SCP и также занимается аномалиями, но при этом засекречена гораздо сильнее. Само ее существование покрыто тайной настолько, что даже фонд SCP толком ничего не знает о людях, работающих в ней, и о том, что в ней вообще происходит. Возможно, департамент аномалий это то, каким бы сам SCP мог бы быть, действительно тайным и совершенно непознанным, в отличие от нынешнего фонда, в котором лор уже описывает, наверное, каждый и возможный аспект. И загадочности не осталось совсем. Всем пока!